Пистолет страйкбольный от бренда KJW, модель KIP-16. Вставляется в приятной такой коробочке интересного матового дизайна. Даже рекламный буклет у них сделан со стилем. Такая дорогая бумага матовая. Очень красиво, очень стильно, даже выкидывать не хочется, хотя это по сути реклама. Ну и разумеется есть инструкция подробнейшая со взрыв схемой. В общем, сертификатик, вот смотрите, прям классно все сделано. Также в этой коробочке, как я понимаю, у нас некоторое количество боеприпасов. Это у нас страйкбольный боеприпас, шары калибра 6 мм. Шестигранник, раз. Так, такой вот ключик, очевидно, для разборки. Пистолет абсолютно великолепно выглядит, но ваше мнение о нем станет еще лучше, как только вы возьмете в руки. Просто шикарно. Это полностью все дело у нас металлическое. Как я понимаю, накладки еще и алюминиевые, фрезерованные. Очень красиво выглядит. Вот он прям такой монолитный монолит. Прям ужасно красиво собран. Как вы понимаете, это такой современный весь себя тактикульный 1911. А современная классика просто великолепно выглядит. Снизу имеется планочка вивера, спереди такой вот утяжелитель. Разумеется, эта вещь абсолютно не военная, неэффективная. В основном используется для спортивных пистолетов, но как же она круто выглядит. У пистолета два предохранителя. Внимание, работать он будет только после того, как вы взведете курок. Это, видимо, сделано для большего реализма. Только тогда заработает у нас флажковый предохранитель. Ну и второй, как вы уже догадались, это рукояточный предохранитель. То есть предполагается, что пока вы нормально пистолет в руку не возьмете, он не сработает. В принципе, недалеко от правды. Очень красивый пистолет. Вот вам камера не передаст, насколько он хорош. В руке просто великолепно сидит. Один из самых приятных пистолетов, которые я видел на рынке. Давайте посмотрим, что у нас с магазином. Красивый такой магазин. Также полноразмерный. Металлический. Видимо, алюминий. Работает пистолет у нас, очевидно, от GreenGas. Давайте его заправим, посмотрим, как будет работать BlowBag. GreenGas особо ценится фанатами игры в страйкбол. Ну, айрсофт, неважно. Смотрите, как все быстро и удобно делается. Все, пара секунд. И, по сути, пистолет уже готов к бою, если быть точнее, заправлен. Великолепный BlowBag. Затвор массивный, чувствуется, что газа отожрет много. Зато какой кайф. Давайте его еще раз заправим, засыпем шаров и испытаем. Шары будут тяжелые. Вообще, для пистолета, наверное, лучше использовать 0,20. Я думаю, с таким шаром пистолет-стрельник не быстрее 80 метров в секунду. Хотя, может быть, он нас и удивит. Так, заправляем мы не через губы, а вот через прорезь снизу. Это, кстати, очень удобно. Также видим, что шары у нас встают в шахматном порядке. Отсылочка к настоящему оружию. Там использовано подобное решение. Идентичное, я бы сказал. Оно нам позволяет увеличить емкость магазина, не увеличивая его длины. В принципе, как и ширины. Оригинальный, 1911, думаю, на оригинальном боеприпасе. Под что он там? У нас задумывался 45 ACP, по-моему. На 9. Современные вмещать должны побольше. Контролировать процесс зарядки можно через этап. Но там у нас шарик загоняется прямо в ствол. Давайте его уже померим. К окончанию боеприпасов пистолет встает на затворную задержку. Также стоит отметить скорость. Больше 80 метров я ожидал меньше. Приятно удивил. Если взять шарик полегче, я вслужить пистолет думаю где-то 100-110 метров выдаст. Хотя в ближнем бою это не так важно и скорее даже не нужно. Честно, великолепный тактильный визуальный пистолет. Поэтому порекомендовать могу не только любителям игры в страйкбол, в айресофт, но и просто любителям оружия. С такие деньги пистолет просто великолепно выглядит. Как я уже сказал, наверное, это самое красивое, что я видел пока что у нас в магазине. Прям очень рекомендую. Не забывайте про наш промокод. С помощью него вы сможете довольно солидно сэкономить. И также подписывайтесь на наш инстаграм. Там у нас бывают розыгрыши и дополнительный контент, связанный с нашей тематикой, с нашим магазином. Спасибо. Спасибо.